Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом слайде у меня показаны некоторые примеры стилей, которые вы можете использовать в Smart Mapping. Новый viewer позволяет вам изучать данные разными способами с помощью различных стилей умного картографирования. Итак, некоторые стили — это цвет, размер, цвет и размер, сравнение А и Б, отношение, отношение, размер, преобладающая категория, типы, время. Начнем с визуализации одного атрибута. Местоположение — это единичный символ. У вас одно значение, по которому вы хотите знать, где ваши точки, линии или полигоны располагаются на карте. Мы можем узнать, где находятся пространственные объекты, как те объекты распределены географически. Еще один вариант отображения единичного атрибута — это типы. Как данные распределяются или суммируются по категориям. Используя этот атрибут, уникальные символы, чтобы показать различные типы объектов, категорийные данные, а не количество или числовые измерения. Например, можно использовать различные цвета, чтобы представить ветровые генераторы от разных производителей. Еще один достаточно базовый стиль — это цветовой стиль единичного атрибута, который помогает это поразить цветом различные типы ваших количественных и качественных данных. Размер, чем он выше, чем значение ваших данных выше, тем больше размер символов, чем, соответственно, меньше, тем меньше символ. Давайте перейдем к стилям, которые используют несколько атрибутов. Цвет и размер. Используя этот стиль, можно выбрать один или два атрибута данных и подобрать цвет и размер точных символов на карте. Такой стиль удобно использовать, чтобы отобразить на карте количественные показатели. Размер, затененный цвет, общенациональных показателей. Цветовая шкала, процент безработных, неработающего населения, также удобно использовать для отображения одного атрибута в данных с помощью пар цветов и пропорциональных символов, чтобы показать значение, находящееся выше или ниже ключевого значения. Например, где степень ожирения среди детей находится выше или ниже. Следующий тип визуализации – это тип и размер. Этот стиль позволяет отобразить данные с помощью разных размеров и категорий по цвету. Выберите текстовое числовое поле даты для уникальных значений, числовое поле для значений и размера. Затем настройте параметры символов каждого атрибута, как необходимо. Например, в карте по безработице США можно использовать этот стиль, чтобы отобразить числовой атрибут, например, численность безработных по округам, и применить уникальный цвет для каждого значения, найденного в другом поле. Например, название штата. Мы видим, что на этой карте очень хорошо подходит в том числе и для отображения линейных объектов. На слайде у нас представлен скриншот карты основных дорог, и чем выше трафик по этим основным дорогам, тем толще у нас линии, показанные на карте. Чем меньше, соответственно, трафик, тем линии тоньше. Давайте перейдем к следующему атрибуту – сравнение от одного к другому. Или, как он еще называется в самом MapViewer, сравнение А к Б. Этот стиль позволяет отобразить на карте соотношение между двумя числами и выразить это отношение в виде процентов или процентов от целого. Например, вы можете отобразить количество работающих в настоящее время людей в процентах от числа, занятых в прошлом году, чтобы наблюдать за тенденцией безработицы. Еще один атрибут – это плотность точек. Очень эффективный и красивый стиль для визуализации и распределения значений атрибута и сравнения нескольких числовых атрибутов путем их отображения точками различных цветов. В этом стиле каждой точке соответствует определенное значение показателя. Например, число жителей, объем продаж или количество преступлений. Когда вы применяете стиль плотность точек к слою, вы выбираете количество, отображаемое каждой точкой. Например, одна точка может соответствовать 20 деревьям. Вы также можете настроить легенду и цветовую шкалу и задать другие параметры настройки стиля. Преобладающая категория может нам помочь, если вы задаетесь вопросом, у какого атрибута наибольшее значение по сравнению с другими связанными атрибутами для каждого объекта. И каково самое низкое значение. Этот стиль наилучшим образом подходит для отображения ваших данных. Например, процент незастрахованного населения США. Можно распределить. Стиль подходит для отображения таких слоев, которые содержат несколько связанных атрибутов, которые нужно сравнить и отобразить тот из них, который преобладает. То есть имеет наибольшее значение, а также отобразить степень этого преобладания. Например, вы можете использовать этот стиль, чтобы увидеть преобладающее этническое население. Мы видим, что на слайде у нас в районе Лос-Анджелеса преобладает испанское или латино-говорящее население, что достаточно логично, так как Мексика недалеко. Давайте перейдем к следующему слайду. И у нас здесь преобладающая категория и преобладающая категория и размер. Стиль карты можно использовать для сравнения нескольких связанных атрибутов с одинаковыми единицами измерения. Подобным стилю преобладающая категория, этот стиль использует цвет для отображения преобладающего атрибута и прозрачность для отображения степени его преобладания. Кроме того, стиль преобладающей категории и размер использует еще один элемент – размер для отображения суммы атрибутов для каждого объекта. Если ваш слой содержит значение дат, то вам может потребоваться использовать цвет, чтобы посмотреть данные последовательно от новых к старым. Или до или после ключевой даты. Например, когда у нас построены здания. На данном примере я показываю вам город Роттердам и отдельно еще проведу демонстрацию с этим примером. Как распределяются объекты во временном периоде. Какой возраст объектов на карте. Какой больший, какой наименьший. Очень интересный атрибут. Если у вас данные, которые используют какие-то временные значения, обязательно воспользуйтесь. Очень красиво и эффектно. Выделение важных значений – интересный инструмент. Так как не все, не всегда у нас данные важны, все данные. Поэтому случается, что некоторые необходимо отфильтровать в уже созданной карте. Некоторые из них желательно не акцентировать, чтобы важные вещи стали предельно ясными. Поэтому, если вы хотите подчеркнуть важные части ваших данных, показать данные выше или ниже порогового значения, используйте обязательно этот инструмент. Выделите крайние значения, высокие значения, низкие значения и так далее. Эти темы позволяют вам быстро изучать каждый из этих вариантов, чтобы начать выделять то, что важно на вашей конкретной карте. Давайте попробуем посмотреть на практике, как работают некоторые из этих инструментов умного картографирования. Я бы хотела перейти к демонстрации. Давайте начнем. Я бы хотела начать наш пример на основе графических данных в районе города Чикаго и его окрестностей. Панель слева предлагает нам много опций, это общая информация, обновленные настройки печати, о которых я расскажу чуть подробнее на следующем мастер-классе, создание приложений, публикации, свойства карты, сохранение, открытие, закладки, легенда. На данный момент нас интересует панель слои. Надо проверить, виден ли наш слой. Да, он виден. Можем работать дальше. Также в этой панели у нас есть функция «Добавить слой». Мы можем произвести поиск в живом атмосе, который предлагает богатая библиотеку слоев. Также есть опции «Поискать в Argus Online» в наших избранных ресурсах. Мы можем закрыть на данный момент эту панель, чтобы она не мешала представлению нашей карты, так как в обновленной панели справа все эти слои тоже есть в верхней панели. Мы видим, что они все представлены, в том числе есть базовые карты. Мы можем переключаться между слоями. Обратите внимание, что на карте мы начинаем с необработанных полигонов для переписных участков в районе Чикаго. Смарт-отображение знает, что атрибут не отображается, поэтому он показывает текущий стиль как местоположение и единый символ. Давайте нажмем функцию «Добавить поле» и выберем «Испанское население». Функция «Смарт-маппинга» нам сейчас предложит по умолчанию наилучший стиль, по его мнению, но мы никогда не знаем, какой из стиль из предложенных лучше, пока мы их все не попробуем. Давайте нажмем цвет и размер. У нас здесь явно визуализировано уже чуть лучше, где испаноговорящего населения больше. Также хочу обратить ваше внимание, что мы можем заменять в панели на любое другое значение. Посмотрим, что у нас с гавайским населением. Его практически нет в Чикаго, что логично. Я бы хотела попробовать поработать с двумя атрибутами. Для этого я выберу процент испанского населения. Мы выбрали два атрибута. Где процент отображается цветом, а количественные показатели отображаются значками. Можно попробовать обратиться к опциям стилей, чтобы посмотреть, как у нас поменяется визуализация нашей карты. Большой плюс в том, что мы моментально видим эффект от наших действий. Я предлагаю оставить предустановленное значение примерно как и было. Было 45, давайте сделаем. Было 40, давайте сделаем 45. Ну, я бы хотела поменять стиль символов. В значках у нас установленный самый стандартный круг. У нас здесь есть много вариаций, что мы можем выбрать. И все они достаточно интересны. Давайте выберем ромб. Также мы можем выбрать цвет. Там свой собственный цвет. Ввести RGB значение. Ну, меня вполне устраивает то, что есть и предлагает программа самостоятельно. Посмотрим, в кого. Кто у нас здесь? Она нам может дать. Ну, в общем и целом, даже сейчас, при простом визуальном анализе данных, мы видим, что процент испанского населения явно сосредоточен в определенных районах. Он сконцентрирован. Практически у нас уже кластеры образовались. В районе западной части города. Северо-западной и юго-западной. Давайте посмотрим, что еще нам может предложить. Мы никогда не знаем, какой вариант будет лучше. Пока мы его не попробуем. Видим, что в преобладающей категории визуализация потеряна. Потеряна. Предлагаю вернуться к нашим предыдущим настройкам и сохранить. Я бы хотела перейти к другому примеру демонстрации. Давайте я переключусь. В этом примере мы поработаем с демонстрацией функций умного картографирования с картой ВВП США. Я бы хотела для начала изменить цвет символов, так как коричневый цвет меня не очень устраивает. Я бы хотела выбрать что-то в зеленых тонах. Еще раз обращаю внимание, что у нас есть цветовая шкала. Вы можете выбрать на ней цвета, ввести хекс-значение, RGB-значение. Если вы в компании используете какой-то определенный корпоративный стиль, это в принципе удобно. Мы можем здесь сохранить этот цвет, чтобы он сохранился для дальнейших сессий. Как видите, это предыдущие сохраненные. И это удобно использовать. Давайте продолжим. Я изменю атрибут и введу в строку поиска значение all. и заменю на процентные отношения. Я выбираю стиль процента от ВВП во всех отраслях промышленности. И Smart Mapping предлагает мне по умолчанию стиль числа и количество цвет. Так как выбранный атрибут был двойным плавающим, умное отображение подсказывает нам этот стиль, основанный на характеристиках атрибута. Если вам нравится этот стиль отображения для ваших данных, используйте его. Я бы хотела попробовать другие варианты темы в этом стиле. Один из шаблонов, который хотелось бы вам показать выше-ниже. Мы видим, что визуализация нашей карты моментально изменилась. И здесь на шкале, если мы приблизимся, мы можем регулировать наши значения. В легенде мы видим, что средний показатель по стране 1.63. Я бы хотела изменить числовые значения. То есть все показатели, которые выше, они у нас отображены синим цветом. Все, которые ниже, у нас окрашены красным цветом. Давайте зададим среднее значение как 5. И увеличим в общее до 50. Можем двигать как вручную, так и задавать, вводить цифровые значения самостоятельно. И я бы хотела еще изменить цветовую схему, стиль символа. Отдельно хочу отметить, что очень много предлагается предустановленных цветовых шкал. Есть специальные, которые подходят для людей, у которых проблемы с визуализацией красного и зеленого цвета. Есть специальные, которые подходят лучше для темных тонов, для светлых тонов. Я бы хотела выбрать что-то в зеленых. Давайте попробуем, что будет лучше показывать. Мне нравится эта шкала, так как мы говорим про ВВП. Мне бы хотелось выбрать зеленую гамму. Остановимся на этом. Давайте добавим второй атрибут. Я также введу в строку поиска All, чтобы найти GDP Formal Industries. Функция умного отображения моментально поменяла визуализацию нашей карты. Я бы хотела приблизиться к Калифорнии. Обратите внимание, что есть отдельная панель здесь цветовая с нашими заданными заранее значениями, которые мы ввели. Средняя – это 5, 50% и 0. Визуализация карты поменялась, так что у нас первый атрибут – это показатель, какой у нас процент. И мы видим, что в районе Лос-Анджелеса он достаточно большой. При этом у нас добавился второй атрибут – это размер значков. Цвет и размер – это отличный выбор для визуализации ваших данных, если у вас есть два атрибута. При этом мы видим, что в районе Лас-Вегаса, в котором сосредоточено казино, все равно количество ВВП намного ниже, чем в Лос-Анджелесе. Потому что Лос-Анджелес – это все-таки крупнейший город Калифорнии. Туда стекаются все налоги, которые платятся в штате. Я бы хотела перейти к следующему примеру демонстрации. Это непрерывная шкала времени. Переключимся в другую вкладку. Здесь у нас показан город Роттердам. Как мы знаем из истории, все центральные районы города Роттердам были полностью практически уничтожены во время Второй мировой войны. Крайне печальная страница истории Голландии и всего мира в принципе в целом. Около 15 минут потребовалась немецкая армия, чтобы скинуть около 100 тонн бомб. И буквально за 15-20 минут был полностью уничтожен центр Роттердама. Это был скорее акт устрашения для Голландии и в принципе для всех остальных европейских стран в мире. Восстановление города началось уже после окончания войны, после 45-го года. Город начал постепенно снова застраиваться. При этом было принято решение не восстанавливать исторические здания, а создать новый образ города. И обратиться к современной архитектуре и перепланировать улицы. Давайте посмотрим визуализацию. Здесь у нас три слоя. Можем увидеть, когда были здания построены. Если мы нажмем, то мы увидим легенду. В основном здания были построены после 48-го года. Также у нас есть слой, который нам показывает, какие здания были построены после немецкой бомбардировки во время войны. А также есть слой, который показывает самые старые здания в городе. У меня здесь увеличен центр Отрадама. Старые здания сохранились исключительно в центре, но их очень небольшое количество. Давайте продолжим работу. Я бы хотела вам показать, как работает настройка всплывающих окон. Для этого я визуализирую, наверное, слой, в принципе, когда все было построено. Одно из немногих зданий, которое сохранилось, это так называемый Waze House, белый дом. И нажимая на него, мы увидим, что он построен в конце 19-го века. Давайте нажмем кнопку «Настроить всплывающие окна». У нас здесь появляются опции. Давайте введем название. Я введу на английском. Так как голландский я не очень хорошо знаю, боюсь ошибиться в прописании. Можем также добавить комментарии какие-то, обратить внимание, чтобы мне сразу подсказывать в виде, когда здание было построено. При этом у нас еще есть возможность добавлять диаграммы, изображение, текст, значение аркад. Я бы хотела добавить фотографию. У нас в всплывающее окно фотографии я подготовила заранее. Копирую адрес. И она, фотография, достаточно быстро появляется у нас в всплывающем окне. Теперь, если мы нажмем на это здание, у нас будет хорошо визуализирована информация о нем. Снимаем «Готово». Снимаем «Готово». Хотелось бы сказать вам, опять же, как работает шкала времени здесь. Здесь мы можем быстро менять визуализацию. Как-то может включиться. Здесь у нас показаны дома, которые были построены до 40-го года серым цветом. Видим, что их немного. И дома, которые построены после 40-го года. И после 74-го года они совсем затемнены. Видим, что, конечно, большая часть домов построена после войны. Если мы будем двигать бегунок, у нас будет моментально меняться визуализация карты. Это, конечно, потрясающий вообще эффект. Мы тут же можем видеть результат наших действий. Обязательно попробуйте тестиль, если у вас есть какие-либо значения с датами. Очень удобный, очень красивый. Я предлагаю перейти к следующему примеру демонстрации. Это карта страховок США. Точнее, процентное соотношение застрахованных людей. В Соединенных Штатах мы знаем, что это отдельная проблема для них. Нет программы ОМС, как в России. Их страховки платные. И далеко не все могут себе позволить платить. Центральная часть страны у нас особенно видно на карте, что является с преобладаемым населением, с отсутствием медицинских страховок. Это желтый цвет. Желтым цветом у нас показаны процент населения с отсутствием медицинских страховок. Фиолетовым цветом, соответственно, население, которое имеет страховки. Ну, в общем и целом, мы видим, что большая часть все-таки имеют медицинскую страховку. Я очень рада за американское население. Давайте поработаем со стилями. Нажмем «Стили». Я бы хотела показать вам, как можно быстро поменять. Я хочу поменять на окружности нашу пару символов. Также у нас есть другие варианты. Шевроны. Но мне как-то не очень нравится, не очень хорошо видно. Мы можем менять диапазон символов. Но мне не очень нравится. Я бы все-таки хотел вернуться к кругам. И поменять цветовую шкалу или символы. Можем подбирать. У нас тут все цветовые схемы. Я думаю, так как у меня базовая карта темная, лучше воспользоваться специальными цветовыми схемами, которые подобраны для темного фона. Тут уже совсем другая визуализация. В этой цветовой шкале мы видим преобладающее население без страховок. А те люди, у которых есть страховка, они практически потеряны. То есть, если нам нужно выделить какое-то определенное значение, мы, подбирая просто шкалы, мы можем этим воспользоваться и все показать. Но мне бы хотелось что-то подобрать, что будет показывать оба атрибута хорошо. Не знаю, получится ли это быстро сделать. Ну, в принципе, красный и синий. Красный у кого нет, синий у кого есть. Давайте оставим. Также меняем представление карты. Собственно, на этом я предлагаю остановиться. Как вы видите, достаточно много вариантов быстрого редактирования. Я показала вам всего несколько инструментов. Давайте, может быть, я покажу вам еще один вариант. Это стиль отображения отношения. Тоже очень интересный стиль отображения. У нас здесь двойная шкала. Иногда у нас получается так, что местоположение может содержать несколько категорий. И тогда у нас вступает функция смарт-маппинга, которая смешивает показатели. И мы можем увидеть, где больше присутствует, где меньше присутствует. Каждая цветовая гамма смешивается. На данной карте у нас показаны проценты испанского населения и общее население. Там, где у нас испанцев много, эти участки территории США окрашены в синий цвет. Там, где у нас больше других национальностей, они окрашены в рыжий цвет. Там, где эти показатели смешиваются, у нас темные участки. И мы видим, что логично, наибольший процент населения испанский от общего населения, он у нас сосредоточен в районе границы с Мексикой, где у нас, естественно, преобладает латиноговорящее население. На этом я, наверное, завершу наши демонстрации смарт-маппинга. И предлагаю перейти к вопросам. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, мы с удовольствием ответим. Спасибо.